Таких вот жаворонков выпекают в приходе преподобного Серафима Саровского к 22 марта, дню 40 севастийских мучеников и на Благовещение, которое православные верующие отмечают 7 апреля. В трапезной студентке, будущие педагоги, дизайнеры. Отец Александр, настоятель храма преподобного Серафима Саровского, отметил, что даже сегодня уметь печь хлеб для девушки очень важно. Тесто, оно живое. Если мы будем к тесту относиться как к живому организму и вкладывать свою душу и свое отношение доброе, как к нечто живому, то тогда получится, и они подрумяются, и поднимутся, и будут очень вкусные, даже полезные для организма. Елена Рожновская печет хлеб в приходе уже около 10 лет. Говорит, что к тесту нужно приходить с хорошим настроением, а если с кем поругался, то обязательно помириться. Дрожжи живые, которые продаются в брикетах, их специально заказывают в Краснодаре. Тесто без яиц, молока или масла. Великий пост на дворе. Для вкуса – сахар. Его замешивают в воду с дрожжами, затем часть муки, только потом соль, потому что дрожжи ее не любят. А потом снова мука, растительное масло, если позволяет календарь. Замешивать сразу, без опары, дать отлежаться минут 40, потом повторить еще на раз. Нянчимся, как с ребенком. Когда новые люди приходят на стажировку, всегда объясняем, что вот как с младенчиком. Аккуратно, не стуча, не гремя, не кидая об стол, не хлопая дверьми, не устраивая сквозняков. Это очень важно. Тесто к приходу гостей было уже готово. Фигурки формируют с помощью строительных шпателей. Пекари говорят, что они гораздо лучше, чем специальные кулинарные. Алена из Якутска. В Анапу приехала год назад. Учится на педагога начальных классов в филиале Московского педагогического государственного университета. Я очень люблю печь пироги различные. Я умею все это делать. Да. Я люблю печь печенье, торты. Я не знала, как можно делать тесто без яиц. Ну, как-то я не знала. Я тут и знала. Готовым жаворонкам нужно дать постоять около получаса, затем можно ставить их в печь. Пекари говорят, что результаты всегда ожидают с нетерпением. В этот раз все получилось безупречно. Жаворонки разлетятся по городу и сельским населенным пунктам, а в самом Благовещении православные верующие, как и полагается по традиции, выпустят живых птиц.